Друзья, всем привет! Я снова рад вас приветствовать в новом видео, в котором мы будем делать обзор кулера для охлаждения аквариума, а также обзор новых ножек для моей светодиодной лампы, которые могут менять угол и высоту наклона лампы. А также покажу, как еще охлаждал аквариум в жаркое время. Приехала все маленькая посылочка, внутри которой они были обмотаны пенкой, для того, чтобы ничего не разбилось и не поломалось. И как мы видим, все доехало целым и невредимым. Начнем обзор с кулера, который закреплен на пластиковой прозрачной основе, которая согнута под небольшим углом и на другом краю есть ренога для закрепления кулера на торце стекла аквариума. У меня пластик прозрачный, но по желанию его можно сделать из любого цвета и в этом нет проблемы. То же самое и с кулером, он может быть не только черного цвета. Но как по мне, это сочетание очень красиво и отлично смотрится. Кстати, по желанию, эти кулеры могут быть дополнены различными светодиодами и будут подсвечиваться нужным светом. У меня же базовая версия и этой функции нет. Провод питания имеет маленький трехштырьковый разъем с небольшой защелкой и так называемой защитой от дурака, которая заключается в том, что не получится подключить кулер наоборот. Часть проводов, которые отходят от кулера до разъема, помещена в защитную сетку во избежание повреждения пропеллером. На второй части провода находится блок питания с кнопкой включения и выключения. А также есть регулятор скорости вращения лопастей кулера. Регулятор находится на противоположной стороне от кнопки включения. Регулировать можно пальцами. Если не получается, то воспользуется маленькой отверточкой. Небольшая высота регулятора сделана специально для того, чтобы во время эксплуатации случайно не сбивать его положение и, соответственно, скорость вращения. Для начала решил проверить вентилятор на той же коробке, в которой он приехал. Сама конструкция кулера довольно надежная и крепкая. Уверенно держится, если поместить ее в нужное место. Попробовал включить-выключить, все работает отлично. А сетчик не возникло. Значит, пришло время поместить его на боковую стенку аквариума. После закрепления я получил полную уверенность того, что вся конструкция не упадет в аквариум и не наделает беды. Да и на аквариуме он смотрится очень эстетично и красиво. А вам нравится его местоположение и внешний вид. Его, конечно же, можно разместить за лампой, но под дальней стенкой у меня растут растения и они будут мешать охлаждению аквариума. Так как для лучшего эффекта от его работы поверхность воды аквариума должна быть без рязки, ричи и выступающих из воды растений. Хотя впоследствии, возможно, я и поэкспериментирую с различными положениями и разницей в охлаждении. Кулеры мы посмотрели, теперь посмотрим на ножки, с помощью которых сможем менять высоту и угол наклона светодиодной лампы от компании RST Tech, которую обозревал ранее. Кто не видел это видео, то в описании под этим роликом оставлю на него ссылку. Сможете перейти и посмотреть. Так вот, когда я делал отзывы о лампе, то сказал, что в зависимости от того, где вы и на какой высоте сидите, возможно, что свет от лампы может попадать в глаза. Особенно часто это бывает, если находитесь ниже уровня лампы. Теперь же с помощью этих ножек этот недостаток полностью устранен. Так что, если у вас лампа на обычных стандартных ножках, то можете заказать эти ножки и легко их заменить. Для начала опустим лампу на минимум к воде. Далее опускаем немного переднюю часть лампы, чтобы его свет был под небольшим углом и был направлен к задней части аквариума. Теперь свет точно не будет бить по глазам. Как и вся продукция от RST Tech, эти ножки сделаны качественно и надежно фиксируют лампу в любом положении. А теперь давайте поговорим о том, кто и как еще охлаждает аквариум. Напишите об этом в комментариях под видео. Лично я решил в очередной раз попробовать охладить льдом. Благо, как раз разморозили холодильник, и мне достался большой кусок льда, который очень красиво и быстро подтаял, не оставив после себя ни следа. И тут я подумал, что жара будет стоять еще долго, а льда на каждый день у меня нет. Значит, от жары мой аквариум будет спасать пулер. Как и говорил ранее, этот пулер бюджетной версии и без наворотов. Но его можно заказать в продвинутой версии со встроенным датчиком температуры. И он будет сам включаться, когда температура в аквариуме станет выше заданной, и отключаться, когда она понизится. Сейчас же в роли этого датчика выступаю я. Еще хотел спросить у вас, мои уважаемые зрители, по поводу контроллера для системы СО2. Интересно было бы вам увидеть готовое решение контроллера, который будет автоматически отключать подачу углекислого газа за час до отключения освещения в аквариуме, и автоматически включать компрессор с отключением освещения. А в утреннее время все включится и выключится в обратном порядке. То есть теперь не надо будет включать и настраивать отдельно два таймера для компрессора и системы СО2. Все будет находиться и управляться с одного устройства. Что скажете? Интересно такое устройство. В общем, я думаю, что в комментариях под видео нам есть о чем пообщаться, так как сейчас поднял очень много тем. Также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если еще этого не сделали, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И большая благодарность всем тем, кто делится моими видео на своих страничках в социальных сетях, группах по аквариумистике, а также рекомендую своим друзьям и знакомым. До новых встреч, новых видео. Пока-пока.